Всем привет! Сегодня у нас будет видео психологическое. Если вам очень нравится, ставьте лайк, пишите комментарии, подкидывайте другие темы, на какие нужно снять видео, пообщаться. Мне сегодня хочется чуть-чуть, в общем, затронуть тему созависимых отношений. Я сначала расскажу, что это такое и как понять, находитесь ли вы в созависимых отношениях, признаки созависимых отношений. Почему именно эта тема? Потому что она очень-очень популярная. Как такового определения? Вы можете загуглить определение на самом деле несколько понятий созависимости в психологии. Конкретно созависимость-это, скажем так, такого нет определения. Оно как бы есть, но оно такое многогранное, что вот в это определение из книжки, из учебника все туда не входит. Вообще, если мы берем созависимость, два варианта, если мы так грубо, что подразумевается под созависимостью на простом языке. Когда есть взаимоотношения людей в отношениях, и два партнера между собой очень зависят друг от друга. То есть это максимальное слияние, зависимость может быть эмоциональная, зависимость финансовая в отношениях. Или когда один партнер хочет так создает отношения, так общается, что другой его партнер испытывает зависимость в нем. Когда мы, например, расстаемся, мы потом мучаемся, мы с эмоцией всплывают, не на чувство вины, стыда, там еще чего-то. Разные эмоции могут быть. То есть мы как будто, знаете, наркотическая зависимость от партнера, любовная, вот эта зависимость происходит. Вот это зависимое отношение, то есть быть зависимым от партнера. То есть это вообще, если мы не про здоровые отношения, так быть как бы не должно. Мы не должны быть чувствовать себя в зависимости в отношениях, чтобы быть счастливым. Это счастье вам не даст. Это мучение, назовем так, страдание. То есть как будто без человека ощущение, что партнера у тебя нет, жизнь твоя заканчивается. И поэтому, когда страдают в созависимых отношениях, не видят выхода, что условность, как я могу расстаться, уйти от него. Так моя жизнь тоже тогда закончится. Вот это самый главный признак вот такого элемента созависимого. То есть человек, партнер, не видит своей жизни или не думает о ней без своего партнера, с которым он плохо, тяжко, он мучается, у них полное слияние, нарушение личных границ и так далее происходит. И вторая сторона, что еще подразумевается в психологии про созависимые отношения. Там очень много книжек на эту тему есть, книжки очень хорошие. Это кто нуждается, там можете поискать, погуглить у двоих сразу или у кого-то, одного из партнеров. Есть зависимость алкогольная, наркотическая, гэмблинг, игромания, любовная, любая аддикция, аддикция, зависимость. В общем, когда один зазовет их с партнеров в отношениях болен, а другой его партнер с ним в созависимости. По сути, он не наркоман или не алкоголик, но тоже его там спасатель. Он его не бросит, он его вытаскивает, там меняются роли у них. То есть, когда зависим один из партнеров к чему-то, а другой его бросить не может, чувствует себя участным, причастным к этому, ответственным или виноватым. Там разные чувства возникают, которые держат другого партнера. Если мы берем в общем любую созависимость как определение, больше всего чаще встречается, когда вот эта предрасположенность, назовем так, кто попадает в созависимые отношения, это травмированные отношения с родителями, когда мы зависим в детстве от их любви, принятия, поддержки, или родители эмоционально выскочили далеко, близко и так далее. То есть, впадать в созависимые любовные отношения в любой категории, больше люди способны, которые зависят от любви. Вот зависимость, да, ты как бы слабый, и есть любовь или партнер, чувство к нему, то есть, ты без этого человека прожить не можешь. То есть, ты в себе и не уверен, у тебя такое чувство складывается от этого зависимость, что ты сам не можешь. А вот эта любовь дает тебе жизнь, есть такие фразочки, да, или эти отношения, или как я его брошу, моего любимого алкоголика 20 лет с ним живу. Он же без меня не проживет, я спасатель, да, или как я, я без него уже не знаю, как жить. Я же его из запоя в запой вытаскиваю, или там, не знаю, там, кодироваться вожу, или там какие-то рехабы наркоманские отправляю и так далее. То есть, это определенная система чувства человека зависимости, что я без этого не могу. Вот это формируется очень часто проблемными, нарушенными связями с родителями. А что бы это пример, если у вас есть дети, вы сейчас спросите, у меня очень много же подписчиц среднего возраста, у кого дети есть. Как воспитывать ребенка, чтобы он не стал созависимым? Ну, здоровые родители должны воспитывать ребенка, да, у которой сами несозависимые, не в больных отношениях находятся. Потому что мы всегда передаем свой опыт, или ребенок учится, наблюдая в семье эти созависимые отношения, он уже этому учится, да, чтобы отношения были здоровыми. Чтобы показывать ребенку формулу здоровых отношений, не делайте то, что вам не хочется, и не будьте тем, кто вас обижает, не любит, там, и так далее. Не терпите ничего, живите в свое удовольствие. Это самый лучший короткий пример, по сути, правильно, что ребенку показать любовь, принятие, вот это безусловная любовь просто, и все. Не надо ему показать примеры насилия, абьюза, терпеть, спасать, и так далее. А это если так мы в общем, да, берем, в общем, и при этом уже вкратце, чтобы краткими быть. Ну, вообще, любите ребенка, не шантажируйте любовью, любите его, принимайте при любых обстоятельствах, с плохим и с хорошим, не устраивайте ему эмоциональные качели, не сравнивайте его с братьями, сестрами, с соседями или еще с кем-то. Что еще? Просто слышите своего ребенка, общайтесь с ним, узнавайте его мнение на любую там ситуацию, оценку какую-то, вот и все. По сути, как бы общение, назовем так, на равных отчасти, да, интересуетесь его личностью, ну, на языке его возраста, то ли 5 лет это один язык будет, там, 12 другой вообще у подростка, или там у юноши в 17 лет. Другие слова используются, но суть одна и та же, слышать своего ребенка, принимать его любым, чтобы он чувствовал себя защищенным, чтобы тревожности у него не было повышенной, и страхов каких-то. То есть родитель всегда гарант безопасности для ребенка. Вот если все это так, вы, скорее всего, в какую созависимость не попадете, вы о ней вообще даже знать не будете, то есть формируется личность, которая независима от других, и не впадает в зависимость, его не спасает, и себя в жертву не дает. И вообще зависимость для такого человека сформирована вот так, как я при этом рассказала, в идеальных тепличных, назовем так, условиях, эти люди сразу будут отскакивать от таких проблемных созависимых отношений, они просто будут неинтересны. Они будут видеть такой человек, говорят, о, нам с ним не по пути, какой-то он там странненький, или она какая-то, ну, в таком роде вот это. То есть самого ребенка, который вырастет, его не будут это интересовать, он не будет на это клевать, ему не нужно будет зависеть, потому что у него есть свой стержень, свое мнение и хорошая самооценка, он умеет говорить нет и отказывать, например, он не попадает в такое. Он знает, что его любят при любом раскладе, при любых условиях, в каком-то семье с детства чувствовал, вот и все. То есть очень часто в созависимость впадают люди, которые за любовь бьются или ее вообще не испытывали от родителей своих, она в дефиците, и если тебя кто-то любит или к тебе хорошо относится, они прикипают к таким людям, очень трудно с ними расстаются и готовы терпеть все и вся для того, чтобы чувствовать вот это некое восполнение любовными чувствами, эмоциями, которого в детстве не было для вот этой компенсации. Первое, самое главное, такое проявление, и мы, если бьем психологическую этот момент, не про алкоголизм, вот эти, граммани и все прочие, мы про зависимые отношения, про слияние людей. Это максимальный контроль, когда вы чувствуете, что вам не хочется иметь личные границы, вы чувствуете, что ваш партнер чуть-чуть отдаляется, пошел на встречу с друзьями, с коллегой выпил кофе, с мужчиной, с женщиной, у вас там ревность, или вы прям чувствуете, чуть-чуть партнер отдаляется, у вас сразу паника, желание контролировать, узнавать, вы чувствуете себя тревожно, дискомфортно, и у вас вообще уже трагедия рисуется в глазах, что он сейчас от меня уйдет. Или там, не знаю, с кем-то познакомиться, ну это не про ревность, с кем-то познакомиться, но вообще самое чувство, вы его ревнуете, назовем так базово, даже к родственникам, к его родителям, то есть вообще вот это отдаление человека от вас, для вас это очень больно, вам хочется контролировать, так вам спокойнее понижается ваша тревожность. На самом деле, больше скажу, что для вашего партнера это просто нормальные границы личные, он хочет выпить кофе с другом или, там, не знаю, с одноклассником, поехать на рыбалку, и это нормально, он вас не бросает, и на произвол судьбы с вами не расстается, и вам при этом не изменяет, просто это его личное пространство, которое он хочет. То есть потому что в идеальных отношениях, назовем так идеальных, в здоровых отношениях у нас всегда есть тайминг, я, кстати, на курсе об этом говорила, у нас было про любить себя, да. В идеальных отношениях у нас должно быть 25 на 25, там, 4 круга по времени, то есть 25% это мое личное пространство, я одна или один в отношениях делать, что хочу, хочу в кино, в кафе, сам с собой, например. 25% мои друзья, знакомые, которые моего партнера не знают, то есть мои подружки, не знаю, одноклассники, там, или еще кто-то, коллеги на работе и так далее, 25% это я и мой партнер вдвоем, и 25% это дозировка, наши общие друзья, родственники, знакомые, наши общие друзья и наши комьюнити с ним, вместе с моим партнером. То есть по факту получается 50% всем так делим, что с партнером взаимодействие, 50% в идеале в здоровых отношениях у меня что-то свое есть. Для чего это нужен этот баланс, этот круг? Для того, чтобы мы могли приходить в отношения, делиться новостью, информацией, какими-то взглядами, чтобы не было вот этого больного, созависимого слияния с партнером. Чтобы вы чувствовали каждый себя свободно, при этом со своими личными границами и интересами, чтобы вы не растворялись в партнере и не терялись в себя. Побочка у этого плохая может быть, к созависимости опять это ведет, к тому, что если произойдут какие-то перемены, вы будете расставаться, вы в один момент поймете, что у меня все друзья с ним останутся, если мы расстаемся, у меня нет ни своих друзей, ни кругообщения, там ничего. У нас полное слияние с партнером и живем вместе, и собаки-кошки вместе, и друзья. Я типа если собралась уходить на абьюз какой-то, совершает или еще что-то, я что без всего остаюсь без кошек, собак, друзей, там у нас все общее. И очень часто людей это держит, именно вот эти размышления, вот эти страхи. Чтобы быть сильным и не быть в слиянии, и не вредить своим отношениям, надо 25-25-25-25-25-9. Это стремительное сближение с партнером, то есть когда вы начинаете общаться, у вас идет максимальная идеализация партнера, он офигенный принц на белом коне. Вы быстро съезжаетесь, вы быстро, я не знаю, встречаетесь, вы быстро женитесь, быстро каких-то, короче, вот это сближение просто максимально быстро происходит. И при этом вы чувствуете, что он просто офигенный, идеальный. Если мне кто-то вокруг подружки или родственники, мама говорит, а он, какие-то проблемки, присмотрись, держи коней. А вы вообще этого ничего не чувствуете, вам он максимально нужен. Вот это прекрасный признак созависимых отношений в эмоциональном плане. То есть вам надо максимально быстрее нарушить эти границы, быстрее соединиться, слиться с этим человеком. Поиск спасения в партнере. То есть когда вы думаете, что в этом человеке вы хотите реализовать в этом партнере поиск и спасение себя, он вас спасет. Работа, окружающий мир, друзья, родственники, вообще ваша жизнь до, она вообще нивелируется. Вам там плохо и утопия. И только партнер, его наличие или конкретно этот человек способен вас спасти. Только с ним вы чувствуете себя близко по родному. Только он меня один поймет. Только он близкий ко мне. Опять же, про слияние это идет. То есть с ним я чувствую себя защищенно, как дома. Это то чувство, которое явно с детства не хватало, не было восполнено родителями. Следующий признак. Вы не можете признавать право выбора, право на желание какие-то, на мнение вашего партнера. Все, что не с вами, не просто что-то в перекор. Вам все тревожно, больно, непонятно и как-то странно, если ваш партнер любит другой фильм, имеет свое какое-то другое мнение, другой взгляд на какую-то ситуацию. Не потому, что вы это прям не запрещаете, не разрешаете им это делать, но вы тревожитесь, ругаетесь в такие моменты, вам это неприятно. Была бы ваша воля, вы бы там право выбора вообще партнеру голоса бы не давали. Потому что отходящее от вас, чуть-чуть расщепление, чуть-чуть отторжение, не такое, как у меня вот это слияние, рушится. А у меня сразу тревога, паника, мне надо его быстрее обжать, схватить, мое-мое, никому не отдам. И вообще ему заткну еще рот кляпом, чтобы он ничего не такого, как я думаю, противоположного не говорил, чтобы я не чувствовала, что мы, может быть, не дай бог, разныне друг другу неподходящие. Вы эмоционально, знаете, живете день сурка и проживаете каждый год, только цикл полгода, год одно и то же. То есть вам нужно максимально, вы проживаете эмоции гиперопеки, гиперконтроля к партнеру, злость, раздражение. Когда вы контролируете, вам так, назовем, спокойнее в эти моменты. Но это цикличность. И у вас вот эти эмоции, вы становите минимум чувствительны к себе, к своим желаниям и чувствам. Вы фокусируетесь на партнере, на его контроле. Он где-то сопротивляется, если не смирился и так далее. Вот у вас возникает раздражение, злость и так далее. Вот это вот у вас ходит по кругу одно да потому, одно да потому. Чувствуете эту цикличность эмоциональную в отношениях. Вроде бы все и в порядке. Я вроде бы контролирую, мне должно быть хорошо и приятно, но он там сопротивляется, конфликты происходят. И вот одно да потому, никак мы типа эту проблему решить не можем, что же нам с этим делать. В общем, на самом деле, в созависимых отношениях надо расставаться, потому что эта история нездоровая. И вот смотрите, следующий признак. Несмотря на то, что вы контролируете и пекаете партнера своего, максимально хотите с ним слияния, вы считаете, что на партнере лежит ответственность за ваши отношения, за ваше будущее, за вас. И если какой-то, у нас же все в отношениях здоровых 50 на 50, да, ответственность, принятие решений каких-то. Но если вам говорит партнер, ну как ты хочешь, а давай посмотрим про будущее и хочет с вами поделить ответственность, вместе принять решение, у вас чаще всего преобладает ответ «я бы с удовольствием, но», «я бы да, но». То есть у меня всегда есть «но», которое мне не позволяет брать ответственность. Созависимые люди не хотят брать ответственность, они очень боятся. Почему? Потому что ответственность – это удел сильных, взрослых, независимых от обстоятельств, от чего-то, от человека, от любви. А сильного человека, да, который принимает решение, там у него свое слово есть и так далее. Вот такой, да, человек, стержень. То есть у созависимых стержня нет. Они вот поэтому висны цепляются, держат, опекают и так далее, своего, потому что они за чужое цепляются. Поэтому принять решение – это просто созависимые решения, это разные две противоположности, да. Очень далеко, диаметрально противоположные друг от друга. И идея о том, что партнер вам должен. В созависимых отношениях практически не перерабатываются, не переговариваются со временем, не меняются позиции. То есть условно «он мне должен», там, не знаю, «любовь», «траля-ля-ля-ля», какие-то там свои, очень часто, да, «должен что-то». С вашей позиции как закрепились в начале отношений. В созависимых они должны идти так дальше. Созависимые не переговариваются, не меняются немножко там ролями, доминирование какое-то и так далее. В здоровых отношениях это нормально, когда мы общаемся, позиции могут поменяться, мы в диалоге, компромиссы договариваемся. Созависимых не договариваются, и позиций не хочется, созависимых что-то не менять, их никаким образом не хочется, чтобы было четко, без тревожности. Какой пример можно привести? Ну, например, начинают встречаться мужчина и женщина, и он там больше зарабатывает добычек, она чуть поменьше, она там про красоту, музы и всякое такое. Очень любят так женщину, да, позиционировать и говорить. Ну, например, какие-то экономические трудности, она рожает ребенка, семья у них, да, она какое-то время там не работает вообще. И, допустим, выходит из декрета, ребенок пошел в садик, папа продолжает работать или там экономические какие-то ситуации поменял работа, и, например, у нее вверх пошло все после декрета, у нее силы, наполнение. И она раз начинает больше зарабатывать, да, он где-то меньше. Конфликты могут быть, а могут и не быть. То есть в здоровых отношениях партнеры договариваются, коммуницируют, да, чтобы всем было комфортно, хорошо в отношениях. Например, при этом она может, если это зависимое, созависимое отношение, этот перекос идет, но у созависимого ломается просто мозг, психика. Мы так не договаривались, мы коней на переправе не меняем. Я могу зарабатывать. То есть женщина начинает проблема к своему заработку быть, она не хочет зарабатывать, ей некомфортно от этого, потому что меняется ее позиция. Или она остается на своей позиции, нравится получать деньги, и она, например, начинает своего партнера требовать от него действий больше, чтобы он выполнял намного больше, становился еще сильнее, чем она. Но это семейная иерархия, потому что он изначально заходил на высоких, сильных позициях, что это он добытчик, если что. Ей очень больно, тяжело терять и видеть его в другом свете. Вот созависимые, вот эта вот проблема договориться, они, по сути, не могут, у них конфликты в этом плане. И там уже начинается теряется любовь, чувства, конфликт, и вот все, короче, такое снежный ком, короче, накатывается. В общем, я рассказала сегодня вам немножко совсем вступления в общий раз про созависимые отношения, что это такое, какие есть определения. Мы поговорили только чуть-чуть про признаки вот этого морального созависимых отношений, не про алкоголизм, аддикции и зависимости какие-то, вообще отдельная история. В общем, я надеюсь, что эта тема и видео информация была для вас полезной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, встречались ли вы с этим. Если у вас знакомые, расскажите, может быть, свои истории какие-то. Всегда очень интересно почитать этот фидбэк. В инфобоксе под видео моя почта вы можете прислать вашу историю для анонимного ответа видео вам разбора на канале. Или, если хотите, запишитесь ко мне на психологическую консультацию, индивидуальную в скайпе. Тема письма, тогда консультация, я вам отвечу. Спасибо вам большое за внимание. Всем удачного, хорошего дня.